сейчас нам представить стрижечка барана у барана это будет первая стрижка это наш производитель будущий ни разу не стригся еще возрасту ему примерно полгода до побольше уже 8 месяц до получается тихо тихо дружок сейчас мы его скрутим короче положим связывать не будем попробуем с ним договориться мирно баран все улегся чтобы он себя мирно вел у нас есть запас вот такие сухарики ржаные которые мы будем периодически выдавать во время стрижки видите как он тянется куда потом потом друг все встречу нас будет дина она стригает опытный вот такими ножницами будем делать звук будем писать прямо в камеру поэтому не обвесуйте за качество ладно мы приступаем а то пациент пытается вырваться в этот раз начинаем с шеи тогда как под настроение вчера вот ног стреляю стригли овечку белую сзади сегодня решили начать с шеи стрижем как умеем а умеем не очень пока так что строго не судите я очень боялась стрижки как таковой как процесса но когда попробовала первый раз я поняла что красного ничего тем более что мальчишек своих я стригу сама так что опыт стрижки есть элементарный и поэтому куда-то куда-то собиралась принцип мне был понятен главное здесь не брать толстую прядь вот да покажи как близко и постепенно снимаешь получается такое руно все с ней все стригут по-разному мы придумали это делать на столе это прекрасная и была идея потому что когда стрижешь на столе у тебя спина не устает и все хорошо получает не то что придумали мы посмотрели просто видео кое-какие по стрижке где стригали профессионально стригут и там очень часто мелькает что вот на столах не стали лежит овечка и и машинка там жить и вырабатывать быстро и спина как бы нормально тут у меня сухарика только ты не вставай друг не надо не надо куда-то собирался рано еще сейчас я тебе дам сухарик держи рукой перевеску свою животные очень интересные безропотные баран вел себя беспокойно сейчас крутит башкой своей не дает снимать короче вот перебрались мы на задницу сюда начали сзади продолжили с ней сзади теперь вот уже пол покорока остригли перебрались на спину баран крутит башкой то что вероятно в первый раз молот еще неопытен баран невзирая на наш сухарики уговоры мне приходится удержать за лапы связывать не хотим его целом лежит вроде на 2 что просто первый раз с непривычка у него так а тут лишь конечно по ощущениям шерсть гуще дачи муашки да такое чувство что вообще как бы написано что по нормативам с баранов состригает порядка процентов на 50 больше шерсти я не знаю как на самом деле все это еще будет познаваться в перспективе но такое чувство что да шерсть по всей видимости гуще возможно она и длиннее но это и шерсть поярок относится к классу поярок то есть стригут первый раз овец и барашков полгода в 6-7 месяцев там как зависимости от того как они родились как в хозяйстве первая шерсть она как считается хорошая нежная но вот у нас она так немножко свалялась посмотрим что с ним нужно сделать будем еще мыть чесать мы уже замочили белину шерсть которые гипотетически должна быть белая но реально она имела черный вид страшный мы в принципе снимали фрагменты этой стрижки если удастся вставим видео если там что-то получилось уже стриганули барану небольшой клочок кожуры пришлось прибрызнуть у нас тут стоит дежурный баллончик чем и спрея вот такой ну надо сказать порезик небольшой баран на него даже внимание не обратил больше я перестра переживала если честно так сейчас не подходит вот на животе очень неудобно стричь тут конечно кожа очень у баранов овец тоненькая и тянется как резиновый вот такие копытца заодно будем сегодня резать копытный ноготь вот этот коготь рог рог срежем обязательно сегодня после стрижки то есть не будет тоже комплекс услуг стрижка маникюр педикюр все что-то красивый модные так извиняюсь съемку прерываем все вроде нашлись немножко языка просто сменил позицию немножко да я угостил сухариками до баран сухарик очень нравится барану угостил его сухариком и вот он вроде как сказал ладно еще маленько полежу потерплю вас ну что ты целоваться лезешь скоро пойдешь к девкам да где в компанию скоро поклоны на них дошьем ну как потихоньку шутками прибаутками продвигается дело сегодня кастрировали молодого барашка которому уже исполнилось три месяца и явный риск был покрытие покрытие пришлось его срочно чикнуть если он конечно не успел уже наделать своего черного дела да просто у нас там совсем молодые овечки там вообще было бы нежелательность покрыл их пришлось его сегодня срочно прооперировать но пока вид у него грустный он приходит в себя кто скажет кстати как быстро они в себя приходит после кастрации если бы не вот эти вот девчонки которых не надо покрыть нельзя покрывать то мы бы не стали этого делать ну да а так просто он уже прыгает на них явно не хорошими пожеланиями поэтому пришлось его устранить сейчас у нас будет вот этот работать парень вот такую у него ранку обнаружили как будто прокол по касательной кожи два отверстия типа вот непонятно где он как начало порох на такое там явно гной то есть я вот надавил вниз и вверх выступает гной из раны я ему хочу вскрыть и сделать надрезик такой от одного отверстия до другого выдавить гной как бы очистить и либо засыплем каким-то антибиотиком либо просто чем и спреем зальем будем смотреть что там не дальше будет какая-то такая видать давнишняя ранка подшерсти не было видно теперь видно но тем не менее стрижка у нас продолжается закурились к спиральку а то комары одолевают просто сейчас резко поголовье их сократилось тут в округе вот у барана почти спина практически уже все чистое перешли на другой борт шея уже почти вот так бакенбард только у него остался тут один со стрижем вроде как смирился лежит уже даже без сухариков сухарики закончились понюхай понюхай это ты так что стрижка продолжается ну все процедура закончена вот она красавец мужчина до белый лоб обработали ему этот свеч вскрыли гнули не так много выдавилась вот такое застаревшие было ватными дисками просто выдавили обработали чем и спреем также постригли ему копытки подрезали сейчас я покажу примерные действия то есть я это делаю острым ножиком то есть вот срезал вот в таком направлении вот это загибающийся скажем так рог вот этот отросток роговой здесь немножко не дорезано примерно вот так и все то есть чтобы не скапливался там навоз вот в этих вот он когда загибается вот так там навоз начинается болезнь так называемая копытная гниль все это дело с неприятным запахом сейчас навозу скапливаться нигде и вот он будет весело скакать по лужайкам со своими подружками то же самое сделали с задними копытками там я немножко увлекся глубоковато полоснул но ничего страшного точно также чем и спреем забрызгали я думаю что все будет нормально укос у нас тоже бывали такие эпизоды когда чуть глубоко глубже возьмешь покровит немножко копыта антисептиком обработали и все хорошо видимо природа у них это предусмотрено вот наш сегодняшний настриг не взвешивали ну так по ощущениям на килограмма два-три до не знаю что же ни в руки не брала много конечно испорченного но она так и бывает где-то процентов 50-60 идет шерсти только от настриженной вот она такая тот шеи тут клочками приходилось убирать и сортируем сейчас маленько обрабатывать и вот все готовый парень после стрижки с маникюром педикюром пойдет к подружкам до вставать то будешь давай покажите высоту понравилось лежать вот у конец уже на меня так привалился вот там наш товарищ вот не достригли тут ласкутами сейчас подострижем камеру выключим вот что ты что ты дружище тебе необычно тут постоять ну вот на этой ноте попрощаемся с вами всем пока до новых встреч а а а а Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА